Ну и на фоне вот такого интереса инвесторов всегда любопытно узнавать новости о контрабанде. Ведь именно контрабандисты долгое время были настоящими хозяевами портов и таможни в нашей стране, да и сейчас еще пытаются бороться за это звание. Вот, например, данные об одной из операций против контрабандистов в Одессе. На этой неделе не отчиталась государственная фискальная служба. Удалось арестовать 450 миллионов гривен, которые принадлежат целой россыпи компаний-импортеров. Документы у них были фиктивные, стоимость импортных товаров занижалась в разы. Контрабандистам долгое время помогали все – и таможенники, и судьи, и правоохранители. А вот удастся ли окончательно переломить эту тенденцию, обсудим с Мирославом Проданом. Он возглавляет государственную фискальную службу Украины. Здравствуйте, Мирослав, спасибо, что пришли. Скажите, а как долго работала вот эта контрабандная схема в Одессе, о которой я только что упомянул, и которую удалось раскрыть на этой неделе? Ну, я попробую внести несколько корректив. По-перше, эта схема працювала на ряде митниц, но именно эти субъекты эксплуатации, о которых было уже сказано, они находятся на обліку в Одессе. Большинство своих использовались схемы на Киевской, Мирской и Киевской областной митнице, но благодаря общим действиям Департаменту по борьбе с контрабандой и порушением митных правил Державной фискальной службы Украины, за их материалом, фактически, детективами НАБУ, при зупиненной деятельности схемы, и, соответственно, на депозитных ракунках митницы, заарештованы кошты в сумме понад 450 миллионов гривен, которые в подальшем будут... Ну, 450 миллионов гривен, это, конечно, немало, но, наверняка, эта группировка больше ущерба нанесла государству. Примерно сколько в год у них оборот был? Я думаю, что больше детально это разберется под час следствия, и детективы НАБУ, и вся та информация, которая будет собрана под час самого следствия, но я уверен, что суммы значительно больше. Хорошо, но у нас не только эта группировка контрабандная работала, есть еще западное направление в стране, да? Если все это вместе, вот, подбить по вашим ощущениям, о каких суммах, порядках хотя бы, идет в речь потери для государства? Ну, я помню, как в конце минулого года ряд экспертов, ряд, я бы сказал, громадских деятелей, вы означали, что в тени в украинской митнице находится близко 50 миллиардов гривен. Так вот, я сегодня с уверенностью могу ствердить, что протягом 10 месяцев поточного года украинская митница додатково до факта минулого года обеспечила уже 60 миллиардов гривен. Поэтому мы над этим успешно працюем, и сегодня ряд теневых потоков, которые были созрежены как на Захидном регионе, так и в портах одесской митнице, так и в других митницех Украины, сегодня за рахунок переоснащения, обеспечения техническими засобами митного контроля, созданиями соответствующих электронных сервисов, мы пробуем успешно бороться. Однозначно, есть еще много недопрацюваний, много недолеков, но с общими действиями, если брать, например, и одесскую митницу, активно долучился к этой борьбе и керевник областной державной администрации, мы понимаем, что сегодня благодаря митному эксперименту 50% от перевиконания митницы идут на развитие дорожной инфраструктуры, в результате этого только одесская митница получила более 2 миллиарда гривен. Понятно. Смотрите, Мирослав, действительно, успешность вашей работы, она, в общем-то, заключается только в одном. Как много денег вы начинаете приносить в государственный бюджет страны? Последние цифры. Недавно фискальная служба, конечно, порадовала. Вы отчитались о рекордных поступлениях в свыше 30 миллиардов гривен таможенных платежей за месяц. Это очень хорошо. А дальше будет больше? Ну, тень, она также имеет свои обмежения и свои ресурсы, но в северном месяце рекордные надходления, более 30 миллиардов гривен, это то, что помогла забезопасить украинскую митницу. Если взять средноденние, их сравнивать, например, с аналогичным периодом минулого года, то средноденние надходления от украинской митницы складывали на уровне 820-840 миллионов гривен. Сегодня мы демонстрируем средноденние надходления на уровне почти 1,5 миллиарда гривен. То есть, фактически, вдвече увеличилось средноденние надходления. Хорошо, Мирослав, смотрите, я согласен. Вы цифры называете очень приятные, да? Они просто радуют слух. Но скажите мне, пожалуйста, а вот как удалось выйти на такие показатели? Послушайте, информации о значительных кадровых изменениях на таможнях не было. То есть, сейчас работают люди, которые раньше участвовали в этих схемах. Сейчас схемы якобы приостановлены, да, вы даете результат. Но где гарантия, что эти люди не вернутся к этим схемам дальше? Ну, по-перше, мы, кроме изменений людей, и сегодня отбывается достаточно велика колькість кадровых изменений. Я могу перераховывать ряд митниц, на яких останнім часом отбулися призначения керевників. Это Тернопольская митница, Ивано-Франківская митница, Одесская митница, ряд інших митниц, где сменилися абсолютно керевництво. Завдяки новому подходу через абсолютно прозорий конкурс мы забезпечили новое керевництво. Но я наголошую, долучение к этой борьбе с контрабандой и порушением митных правил голев областных и государственных адміністраций сегодня дает определенный эффект. И в результате он вливается в сутки перевоконания, индикативы, что, в принципе, и справляется на развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, у нас, конечно, сегодня великий и важный преоритет – это электронные сервисы. З 1 вересня минулого года действует так называемая система единого векна, суттєво уменьшить уровень корупційных и будь-яких контрабандных потоков. Вот вы сказали, что, когда говорили о поступлениях, что тень, она не бездонна, да? А мне интересно, насколько мощна и сильна эта тень? Давление сильное или нет? И сильно высокие кабинеты в Киеве задействованы в этом? Ну, чтобы вы понимали, то и тиск, который сегодня на меня выполняется, на команду, которая сегодня со мной współпроцует в Центральном аппарате, на наших представителей в регионах, отбывается надзвичайно великий тиск. И в том числе от безусловно людей, которые надзвичайно великую количество времени поразитовали на государственном бюджете. Однозначно, у них есть покровители и в высших кабинетах государственной влады. Но меня это в никаком случае не зупиняет. Я думаю, что мы успешно будем с этим бороться, что мы, в принципе, сегодня и демонстрируем. Спасибо вам за ответы на эти вопросы. Давайте так договоримся. Когда будут следующие показатели 40 миллиардов платежей за месяц, вы обязательно приходите в эту студию и отчитывайтесь о достигнутом. Спасибо. За долг. Мирослав Продан. Чекаты будут надолго. Спасибо. Мирослав Продан отвечал на мои вопросы.